Привет, мои хорошие! Меня зовут Дарья, я очень рада, что вы заглянули на мой канал. Сегодня мы поговорим о творческих покупках, а точнее о моих покупках, которые я совершила в художественном салоне, в канцтоварах и немного нехудожественных магазинах, которые помогают мне в творчестве. Если вам интересна эта тема, то оставайтесь, смотрите дальше. Первое, что я вам покажу, это бумагу, которую я приобрела для рисования. Итак, первое, что я беру, всегда альбомы фирмы Хаппер. У меня их сейчас три штучки для акварели и для черчения. Альбомы по 20 листов, бумага очень плотная, выдерживает и гуашь, и акрил, и акварелью можно рисовать на ней. И, конечно же, графика тоже отлично на этой бумаге смотрится. Практически все мои работы, зарисовки, какие-то видео уроки, какие-то работы, которые вы видите в инстаграме, все выполнены или на этой бумаге, или на бумаге Гостфатман, которую я покупаю по штучной. По штучной я беру обычно, когда нет этих альбомов в продаже, а если они есть, то, как видите, закупаюсь по полной. Следующее, что относится к бумаге, это вот такая вот папочка для пастели от фирмы Палаццо. Бумажка здесь плотная, 300 грамм, цвет светлый, бежевый, но я ее беру не для пастели, а для акрила. Как ни странно, на ней я рисую именно акрилом на гладкой стороне, потому что для акрила нужна плотная бумага, на ней он лучше смотрится. И для заказов, таких как шаржи, либо портреты, то, что выполнено акрилом, я беру именно эту бумагу, и мне очень нравится результат. Для пастели же я беру бумагу только фирмы Кэнсон, тоже, когда забегала в художественный салон, взяла себе по штучной листочков, а четвертого формата для того, чтобы рисовать и для вас видео уроки, и для себя делать какие-то зарисовки. Всегда беру фирму Кэнсон, у нас стоит 1 лис 22 рубля, и меня стоимость устраивает, другая бумага для пастели мне не подходит, и сколько ни пробовала, ничего мне больше не нравится, поэтому сейчас не экспериментирую, а просто прихожу и всегда беру бумагу фирмы Кэнсон. От бумаги плавно перейдем к холстам, я их тоже покупаю постоянно, когда прихожу в художественный салон. Вот такие вот малышки, а пятого формата, 18 на 25, холсты на картоне, я попробовала новую фирму Малевич, они недорогие, всего по 60 рублей штучка, отлично подходят для этюдов, то есть этюды на них получаются замечательные. Этот холст, конечно, не идеальный, он немного тянет краску, но за счет того, что он тянет краску, основа, то есть подмалевок первый слой очень быстро подсыхает, и можно именно непрерывно создавать такой достаточно детализированный этюд. Их вы можете посмотреть у меня в инстаграме, я постоянно делюсь своими работами. Также эти маленькие холсты я использую для создания видеоуроков на канал. Холсты на картоне я покупаю не только маленького формата, еще беру 30 на 40 холсты. Конечно, они не влезут, но выбираю санет, потому что они недорогие. И на них тоже отлично получается работать, они практически не тянут краску. Если их повторно закрунтовать, так они вообще не тянут краску, поэтому холсты санет на картоне мне тоже очень нравятся. Ну и продолжу тему холстов, расскажу про холсты на подрамнике, как я их делаю сама. Потому что готовые холсты на подрамнике достаточно дорогостоящие, и если покупать в таком количестве, в каком покупаю я, это влетит в копеечку. Поэтому я еще не такой обеспеченный художник, поэтому делаю холсты на подрамнике сама. Для этого я прихожу в художественный салон и покупаю сами подрамники, на которые будут натягивать холст. Выглядят они таким образом, сейчас они у меня связаны. Беру разные размеры, и большие, и маленькие, и их потом использую для создания холста на подрамнике. По стоимости они недорогие, в пределах 200 рублей, маленькие по 50, по 100. То есть на самом деле подрамнику пить очень-очень просто, именно в художественном салоне, если они у вас, конечно, там имеются. За место холста я использую двунитку. Вот недавно сходила в магазин тканей, то есть это уже не художественный салон, а магазин тканей. Купила двунитку, двунитка достаточно плотная, светлая, и ее очень удобно использовать в качестве холста. Потому что двунитка меня никогда не подводит после натяжения, после проклеивания и грунтовки. Никогда не было бомб, пузырей, то есть она очень хорошо натягивается, и отлично смотрится и служит в качестве холста. Мелкость зернистая, нет никаких неровностей, то есть ее шкурить не надо, в отличие от художественного холста. Поэтому я довольная как слон, уже на протяжении 5 лет, наверное, использую только двунитку, и отличные картины на ней получаются. Ну и продолжим тему холстов. В продуктовом магазине я покупаю желатин, то есть желатин, проклейку я делаю сама, именно из пищевого желатина, и им замечательно холсты проклеивают. И после того, как я на подрамник натянула двунитку, ее проклеила несколько раз желатином, все это просушила, то покрываю следом акриловым грунтом. Вот купила себе ведро акрилового грунта белого, мне его хватает достаточно надолго, потому что я его чуть-чуть развожу водой, в банке он немного густоват, и смело на два раза покрываю холсты грунтом. У меня получаются готовые холсты намного дешевле, чем в магазине. То есть, если вы хотите сэкономить, и давно уже пишите маслом, и покупаете дорогущие холсты, вот вам на заметку мой способ создания не очень дорогого холста для живописи, но отличного, потому что он сделан своими ручками. Да, и вы точно знаете, сколько вы положили проклейки, сколько вы положили грунтовки, и вы точно будете уверены на 100%, что со временем ваш холст, вашу картину не испортит. Такое ведро грунта у нас в магазине стоит 500 рублей, и это я округлила, так-то 488, тут 1 литр, 1000 мл, отличного качества, фирмы Sonnet. Много раз уже покупала, пользуюсь, очень-очень нравится. Ну и, конечно же, я очень часто обновляю набор гуаши, потому что гуашь у меня расходуется больше, потому что на нее больше запросов, и на индивидуальных занятиях, и на канале, и вообще на моих занятиях мы очень часто рисуем гуашью, так как этот материал может найти и позволить себе каждый. На этот раз я взяла вот такой вот гуашь, большого объема, фирма для меня новая, гуашь для меня новая, буду пробовать, потом расскажу что-то как. Но на первый взгляд, как я выбираю гуашь, я открываю баночки, смотрю, чтобы краска была не засохшая, чтобы пигментация была не слишком ядерна, неестественна, а наоборот, были хорошие, сочные цвета. По объему баночки тоже не должны быть маленькими. Ну и, конечно же, плюс этой гуаши, то, что здесь две банки белил, и за что производителям огромное спасибо, потому что белила расходуются в первую очередь. Следующее, что я постоянно приобретаю, так это разбавитель. Разбавитель я беру номер два, потому что он нейтральный, на мой взгляд, он не очень ядреный, конечно, он не все виды лаков растворит, но масляную краску он растворяет отлично и подходит для живописи именно масляными красками. И мне очень нравится тем, что он не сильно пахнет, конечно, запах присутствует, но он не ядреный, то есть после сеанса, после того, как вы посидели, пописали картину, вы просто на 15 минут открываете форточку, и весь неприятный запах, не сильный причем, выветривается очень быстро, поэтому если вы ищете не сильно пахнущий разбавитель, то присмотритесь, потому что есть вообще без запаха разбавители, но они очень плохо растворяют масляную краску. Поэтому это для меня такая идеальная серединка, да, то есть он не сильно пахнет и отлично разбавляет масляную краску. Разбавитель номер два, присмотритесь. Следующее, что я приобрела, это простые карандаши. Беру я всегда карандаши Кахинор, только их и никогда другие я не беру и не пробую, потому что вот это вот прям любовь моя, навечно Кахинор карандаши, оранжевый вариант, я беру разные номера, B, 3B, 2B, 5B, 8B, то есть отлично подходит для графических работ, обожаю их очень сильно и если вы ищете идеальные карандаши, то обратитесь к фирме Кахинор, к их оранжевой версии. Уверяю вас, они вас не разочаруют и вы полюбите их так же сильно, как и я. Ну а следующие покупки у меня будут из фикс прайса, как ни странно, тоже там можно найти полезные для творческого человека. Первое, что я взяла, там это конечно же бумажный скотч, там два по цене одного, у нас в фикс прайсе цена 49 рублей, и вот я всегда захожу и беру два малярных скотча, один вы видите уже у меня используется. Отличные скотчи, ничем не уступают тем, которые я брала в строительном магазине и намного дешевле, то есть нормальный такой метраж, 49 рублей, два скотча. И конечно же, также в фикс прайсе я беру пищевую пленку, тоже тут огромный метраж и тоже стоит всего 49 рублей, поэтому я иногда экономлю, забегая в фикс прайс, беру там такие вот нужности для художника. И на этом все, я показала вам все свои покупки, надеюсь вам видео было интересным и полезным, вы узнали, что я приобретаю в художественных магазинах и не только. Если это так, то поставьте мне палец вверх, обязательно напишите комментарий, что вы берете в канцтоварах, в художественных товарах, а может быть в каких-то не художественных магазинах тоже что-то находите интересненькое для вашего творчества. Мне будет очень интересно почитать, думаю и остальным тоже зрителям будет интересно почитать, что же вы такое интересное нашли мне в художественном салоне. Помните, что рисовать может каждый, пока-пока.